всем еще раз привет я хочу рассказать в этом видео о своих фаворитах зимы хотела снять за каждый месяц за январь за февраль ну как-то у меня были фавориты все одинаковые что в январе феврале в декабре даже поэтому если вам интересно такое видео оставайтесь со мной и неизменным фаворитом все-таки остается для меня это спонжик для лица которым я пользуюсь не только зиму но и осень пользовалась я осенью только приобрела и теперь это любовь еще один фаворит который перекочевал тоже в зимний период из осени это витилярная вода от лореаль я ее очень полюбила остается моей любовью и моим фаворитом еще один фаворит по уходу за лицом это конечно же умывалка которую я вам показывала в видео о заказе эйван и oriflame и это умывалка solutions зимний вариант я очень ее полюбила за счет того что она просто очищает кожу до скрипа еще вещь которую я очень любила зимой это тоже из ухода за лицом мягкий скраб от чистой линии малина и брусника он у меня конечно закончился я в пустых баночках покажу его но этот скраб очень мягкий я считаю что на зиму не нужно травмировать сильно кожу и вот этого скраба хватает с головой и я по ходу вам показала в принципе даже весь уход за своим лицом зимний именно вот такой вот еще продукт у меня был фаворитом зимой эта маска от 100 рецептов красоты питать объясню почему она у меня была фаворитах потому что я ее первый раз попробовала летом и летом она очень сильно питала мою кожу и опоры у меня оставались расширены и что я для себя открыла это то что эта маска очень хорошо подходит на зиму зимой получится из-за холодной погоды из-за того что даже в квартирах у нас не так уж и жарко эта маска очень хорошо питает кожу она остается увлажненной даже на следующий день попоры нам не сильно вот именно зимой она мне не сильно раскрывала поэтому я считаю что для меня вот именно для жирной кожи моей эта маска именно зимний продукт которым я буду пользоваться дальше и еще из ухода будет у меня вот такой вот крем который я очень любила всю зиму и его осталось уже тут совсем чуть-чуть я очень любила всем советую это крем organic shop для рук и ногтей органическое масло бабосу цветы лимона и ланки ланк питания и восстановления в общем вот такой вот тюбик девчонки обратите внимание он очень жирный но он очень быстро впитывается я просто восторге от этого крема не оставляет липкости никакой так что следующей зимой я буду опять им пользоваться и еще фавориты из ухода это такие вот бальзам чеки для два бальзам чека у меня от невея это питательный бальзам с молоком и медом и нежное увлажнение и один от oriflame у меня питательный с миндалем по моему я показывала вам я уже приобрела на зиму еще один вариант такого бальзам чека здесь у меня конечно еще осталось немножко он хорошо подходит на ночь также в течение дня зимой можно пользоваться он очень мне понравился и вот эти два бальзам чека от невея а молоко и мед тоже очень хорошо подходит на зиму на ночь на течение дня и можно пользоваться и вот этот вот бальзам чек это у нас нежное увлажнение от невея тоже очень хороший но я его брала как дневной и как дневной и мне не очень понравился он вроде бы увлажняет губы но это увлажнение такое знаете мне на какой-то длительный период к примеру вы наносите его и не едите не пьете ничего такого не делайте он все равно вас куда-то пропадает приспособила для нанесения под помаду я наношу под помаду вот этот бальзам и все идеально он не сильно жирный не сильно такой растекается он хорошо увлажняет вы наносите его через минут 10-15 наносите помаду и все идеально так что вот могу посоветовать именно на зимний период и сейчас перейдем косметическим таким продуктом которые были моими фаворитами всю зиму я очень любила туалетную водичку инфинити момент у меня вот в таком вот флакончике без распылителя так что у меня осталось в принципе здесь вот как вы можете заметить уже совсем чуть-чуть буду себе покупать еще если не найду что-то другое потому что этот аромат у меня ассоциируется именно лица зимой я любила использовать вот такую вот тональную основу это лореаль инфе или полный кап скрывает признаки усталости без эффекта маски 16 часов увлажнения плюс сияние в общем за счет увлажнения я его в принципе и брала ли не хотела чтобы зимой у меня тональная основа пересушивала лицо с оттенком конечно я прогадала у меня оттенок по 145 без роуз это бежевый розовый у меня тон кожи такой даже когда она у меня светлая у меня немного оливковый такой даже такой сероватый что ли потом поэтому розовый оттенок мне не очень подошел но эту тональную основу я смешивала с другими тональными основами которые у меня были это я как-то показывала дешевые от эвелин тогда цвет не очень подходил и для меня он был идеален потому что тональная основа от лореаль она сама по себе очень плотная она очень хорошо перекрывает все даже в разбавленном виде с другими тональными основами эта тональная основа была все равно плотно еще для лица я использовала такую вот пудру зимой это мэйбель нью-йорк афинитон совершенный тон выравнивающая компактная пудра она конечно у меня не выравнивала тон может быть совсем чуть-чуть потому что я ее наносила очень тонким слоем чисто для закрепления макияжа у меня опять с розовым подтоном немножко она тоже не угадала у меня номер 24 золотисто-бежевый за счет того что это тональная основа очень плотная пудра нужно было совсем чуть-чуть тонким слоем для того чтобы просто закрепить макияж еще у меня есть два продукта для губ это одна помада у меня от эйван экстра ластинг выглядит она вот так в каталоге ее очень можно быстро найти она одна в красном исполнении и название экстра ластинг у нее 1 вот такой вот у нее оттеночек она красная и это именно такой вот красный идеальный оттенок который для меня подходит запах у нее очень приятный мне он очень нравится это для меня такой красивый красный оттенок который мне очень подходит я его очень люблю на камеру он может быть в принципе такой розоватый немножко но это такой не яркий красный который в принципе еще раз повторюсь для меня подходит за счет того что он не сильно пигментирован потому что когда я пользуюсь слишком красными оттенками мои мои глаза начинают бледнеть либо становиться такие такими узковатыми немного я очень люблю эту помаду она конечно немножко оставляет пигмент на губах но за счет своего цвета и именно зимой я ее любила я часто ей пользовалась на какие-то вечерние мероприятия поэтому вот была довольна могу посоветовать именно красный оттенок из этой серии и еще у меня был фаворитом зимой блеск блеск для губа в нудовом оттенке и карандаш для губ от флормар блеск для губ в нудовом оттенке от эйвен серии perfect kiss у меня оттенок naturally nude и карандаш тоже нюдовый от флормар в номере 201 вот это вот двойца как вы можете заметить блеск для губ я уже где-то вот так вот использовала и карандашик у меня уже вот такой вот маленький-маленький совсем и еще есть у меня продукты для ногтей которыми я любила очень зимой пользоваться зачастую конечно ими и пользовалась это два вот таких вот лака один у меня лак от golden rose rich color серия в 25 оттенки вот такой вот золотистый что ли даже оттенок но он более нюдовый такой он очень мне нравился подходил на каждый день практически и еще подобный оттенок только уже немножко с розовинкой от макси в оттенке 016 мне он очень нравился в общем две вот эти вот парочки они для меня были незаменимы этой зимой конечно я пользовалась цветными лаками красными синими как-то комбинировала между собой но зачастую пользовалась вот этими вот двумя когда мне ничего не хотелось еще один продукт для ногтей тоже от макси когда я хотела просто выделить а какой-то пальчик какого-либо цвета на ногтях просто блестками у у меня есть вот такой вот глиттер от макси в 06 номере у меня я его очень любила он просто разноцветный здесь любого цвета блестки мне он за это и нрав еще такой не косметический фаворит может быть кто-то меня и не поймет но я очень люблю всякие игры я играю бывает дома на приставке но их с собой мини приставка такая у меня всегда присутствует это без пи раньше когда я в каком-то автобусе ехала либо не знаю там в очереди где-то стояла сидела в больнице к примеру когда там устраиваешься на работу куда-нибудь тоже ждешь очень там долго пока тебя примут либо просто в какую-то там организацию ты идешь там типа горгаза там или еще что-то ты долго ждешь пока тебя примут и иногда слушать музыку не советую потому что ты можешь пропустить свою очередь прослушать когда тебя зовут либо на работе просто когда там скучно к примеру либо если есть какая-то вот минутка какой-то момент можно в принципе поиграть в приставку либо музыка либо вот приставка если я сижу в ожидании какой-то своей очереди я зачастую играю чтобы не пропустить очередь а вот такие вот очередя там в магазинах где-то еще это конечно наушники и музыка читать в очереди я не очень люблю если я читаю то я хочу углубиться в книгу я люблю это делать в тишине а вот именно поиграть в очереди это конечно самое то особо ты не задумываешься о чем-то ты просто делаешь отработанные какие-то действия нажимаешь кнопки в общем да это можно сказать мой такой некосметический фаворит если вы тоже любите игрушки напишите мне и поставьте девчонки ну вот и все что я любила именно зимой надеюсь вам понравилось все что я вам показала если вы также пользовались каким-либо продуктом из всего что я показала напишите мне как вам он понравился или нет мне будет интересно ваше мнение заходите в группу в контакт оставляйте комментарии запросы если таковые есть заходите на мой канал подписывайтесь чтобы не пропустить новые видео и всем спасибо за внимание всем удачи до новых видео и пока пока до новых встреч